Всем привет дорогие друзья! Сегодня я буду готовить вот такой вот очень воздушный и ароматный хлебушек. Это хлебушек, в который я буду добавлять ржаной солод. Получается очень насыщенный вкус и при этом хлеб очень воздушный, потому что я его готовила из пшеничной муки, не добавляя ржаную. Но можно делать именно с ржаной мукой. Я буду делать в хлебопечке, потому что это намного проще. Если у вас хлебопечка с такими же условиями, как у меня, что на низ жидкие составляющие, то делайте так, как я. Я в этот раз добавляла сыворотку, можно добавить молоко либо воду. Также я добавляю живые дрожжи, но вы можете добавлять сухие, если вам так нравится. И я добавляю сюда напополам чайную ложку меда и чайную ложку сахара, чтобы не сильно медом пахло. И просеиваю наверх пшеничную муку. Иногда пшеничную муку, точнее не всю, а где-то столовых 2 ложки, могу заменить на, допустим, ржаную муку. И добавляю наверх ржаной солод. В этот раз у меня 2 столовые ложки, но можно добавить 1-1,5-2. Вот так вот, больше не нужно. Запаривать солод я не буду. Наверх сюда же пошла у меня соль. И теперь растительное масло. Его можно добавить 2-3 столовые ложки. Этого будет вполне достаточно. Выставляем в хлебопечке режим, который где-то, у меня это 3,18 по времени. Это либо хлеб цельнозерновой, либо хлеб, но не быстрой выпечки, белый обычный. Замешиваем тесто. Тесто довольно упругое, оно не жидкое, не сильно вязкое. Подходит у нас здесь практически, у меня на всю бодейку вот эту подходит. Хлебушек по итогу получается где-то 750 грамм. Вот так вот. Я сюда на килограмм не кладу, потому что он мне тогда не помещается, килограммовая буханочка, он очень хорошо подходит. И все. Собственно, когда у нас выпечется хлебушек, достаем его, чтобы он не запарился, ставим на решетку и накрываем полотенечко. И после остывания разрезаем, он очень мягкий и очень ароматный. Обязательно попробуйте хлеб с солодом, это очень вкусно и очень интересно. Можно добавить еще пол чайной ложки кориандра молотого, тоже невероятно вкусно. В общем, ставьте пальчики вверх и будут новые рецепты. А с вами, как всегда, был Кекс. До новых встреч, пока-пока!